Девушки отдыхают Если вы думаете, что коту не нужно личное пространство, вы сильно ошибаетесь. Кошки независимы с самого детства. Если им не дать достаточно свободы и не оборудовать квартиру для кота заранее, то вас ждет масса неприятных сюрпризов. Привлекая внимание к своей проблеме, котенок может портить мебель, не ходить в лоток громко, мяукать и воровать вкусности со стола. О том, как подготовить дом к появлению кота, я расскажу сегодня в выпуске, но пока новый герой. Котик с озвученным именем Ермак попал в приют с непростой историей. Никто не знает, как он оказался на улице. Известно то, что он там чуть не погиб. Его нашли в морозную зиму в сугробе. Он был сильно обморожен. Если бы не сердобольный прохожий, котик мог погибнуть. Он не подавал никаких признаков жизни. Люди его отвезли в клинику. Там врач его осмотрел, и у него было обморожение всех лапок. Врач сказал, что, скорее всего, придется ампутировать лапки. Шанс, что лапу удастся сохранить, очень-очень маленький. Но мы решили попробовать и усилиями работников приюта, добротой и лаской. Мы делали обработки. Вот у него тут еще остались маленько ранки. Удалось сохранить ему лапки. Ермаку 3 года. Это кот, который все умеет. Где точить когти, ходить в платок, знает, что нельзя царапаться и многое другое. В общем, обладает всеми базовыми кошачьими навыками. Но и то, забирая взрослого кота, нужно понимать, что он нуждается в уходе. Когда мы берем котенка домой, мы не всегда понимаем, как за ним следить. А помимо лотка, миски, когтеточки, кот нуждается в правильном кормлении, регулярных профилактических осмотрах и гигиенических процедурах. Базовый уход за кошкой выглядит так. Ежегодная вакцинация, обработка от паразитов, даже если кошка живет только в квартире, уход за слизистыми, ушами, глазами, носом, стрижка когтей, профилактический осмотр. Ежегодно стоит проверять здоровье питомца. Что касается профосмотра, в него входит и чистка зубов. Коты не любят манипуляции с мордочкой, поэтому лучше доверить процедуру ветеринару. Тем более, счищать камни и карис – непростая работа. Самостоятельно кот очищаться не может. Они не грызут кости, как собаки. А если этого не делать, могут возникнуть осложнения. И не важно, породистая кошка или нет. Очень часто встречается зубной камень у животных, у кошек. Это приводит к страшным заболеваниям, вплоть до лизирования челюсти, то есть костей челюсти. Ну, просто как бы у нас такое было, когда животным удалили все зубки, и просто у него вместо челюсти нижней болталась, ну, как бы как тряпочка. Это все ведет, к этому ведет зубной камень на лед. Помимо этого, нужно регулярно проверять чистоту кошачьих ушей. Это чистоплотное животное и идеально здоровое ухо кота выглядят матовым и безвидимой серы. Уши стоит периодически чистить специальными каплями и ватной палочкой. Действовать нужно аккуратно. Кошачьи ушки нежные. Но при любом отклонении от нормы, например, при творожистых выделениях из ушей, нужно насторожиться и пойти к врачу. Если немножко блестит, это может говорить, допустим, о аллергической реакции. Если накапливается обильная сера, это может говорить о том, что живут паразиты там. Это могут быть как грибки, так и клещи, которые питаются непосредственно одни лимфой, другие кожей, поверхностными структурами кожи. А если присутствует сильный зуд, то есть уши постоянно расчесывают, задние лапки, то есть постоянно к уху лезет и лезет животное, это значит, там однозначно кто-то живет. Что касается остальных атрибутов кошачьей жизни, например, наполнителя для лотка, можете использовать тот, который больше нравится, как и шампунь. Мыть кошку часто не нужно, но, например, персидская кошка требует регулярного купания и вычесывания, а сфинкса нужно каждый день протирать влажными салфетками. Нужно учитывать и характер кота. Если это породистое животное, например, курильский бобтейл, в квартире он предпочтет самовыгул, потому что по природе он охотник. Персидский кот будет счастлив быть приложением к подушке. А вот беспородные коты универсальной темы удобны, если не хочется много хлопот. Правда, бездомыши боятся людей и требуют времени на адаптацию. Если его кто-то захочет забрать, хозяин должен постепенно к нему интерес проявлять, не сразу обниматься, целоваться и котику дать время на адаптацию. То есть он может прятаться первое время? Да, первое время он может прятаться, но это для него нормально. Ермак молодой, ему три года, он может радовать хозяев много лет. Единственный нюанс – из-за неуспешного выгула в прошлом он боится улицы. Его не стоит забирать в частный дом, это квартирный котик. Также его напугают очень маленькие дети. В остальном Ермак неприхотлив. Он здоров, ласков и ждет своего хозяина.